Добрый день, уважаемые зрители программы «Русский мир, люди и страны». Я ее постоянный ведущий, Равит Гур, и сегодня у нас необычный выпуск. Вы видите, что мы не в студии сегодня, мы сегодня находимся в спортзале. В спортзале мы оказались ради моего гостя Масару Оэда. Добрый день. Добрый день. Как вы уже, наверное, догадались, господин Оэда приехал в Россию из Японии, и он является преподавателем боевых искусств, карате и других. И это его зал, где он преподает российским ученикам. И первый мой вопрос будет. Господин Оэда, расскажите, пожалуйста, когда вы и как оказались в первый раз в России? Когда я приехал в Россию, первый раз в 2004 году, когда я занимался... Раньше я занимался шо-то-кан карате, и мой сенсей был очень известный человек, Хироказу Каназова сенсей. И он открыл семинар в Москве. И я приехал в Москву с ним помощником. И это мой первый за границей. А вы же нетипичный представитель японского народа. Я слышал, что японцы домоседы, что не любят уезжать за границу, любят сидеть дома. Да. А у вас получается такая авантюрная жилка, то есть вы немножко авантюрист душевый, путешественник, необычный человек, наверное, да? Ну, я родился в маленьком городе, и очень-очень маленький... Нет, не город, а деревня. В деревне я родился. И здесь я очень хотел смотреть большой мир. Япония очень хорошая страна, но, к сожалению, маленькая. Маленькая страна. Поэтому я хотел узнать большой мир, и Россия самая большая страна. Поэтому я приехал в Россию. И вот вы в 2004 году провели пару недель в Москве. Да, и два раза еще. Сначала участвовал в соревнованиях, а второй раз – это семинар. И начал постоянно жить в Москве в 2005 году. Вы вернулись. Да. Вы приехали в Москву с целью остаться в 2005 году. Да. И расскажите, как это происходило? Сначала жизнь в России у меня была очень тяжелая, потому что у меня вообще не было денег. И не только этого. Я совсем не мог говорить по-русски. Даже по-английски не мог говорить. А как вы общались тогда? Вы знали там несколько слов? И вот сходить в магазин, купить еду, купить билет в метро. Как вы это делали? Сначала я знал, когда я приехал в Россию, я знал только три слов. Да, нет, спасибо. И все. И поэтому... Это, 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 это... А, еще это. Это, 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 что, например, что-то я хочу купить. Ну, например, пирожки, например. А это, это, это один, это два, это один, два, три тоже я не знал. Поэтому это, 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 это... Так я сначала не мог говорить. И как вы начали учить русский язык? Ну, все самостоятельно. Ну... С чего начали? Ну, я, ну, я купил учебник в Японии, а еще маленький, это словарь. Ну, все. Словарь и учебник? Да, учебник. Все. И все. И вот это словарь и учебник, это был единственный словарь, единственный учебник, который у вас были? Да. И, ну, это для... Ну, ну, новенький, для новичков. Такой самый простой учебник. Поэтому я просто говорю по-русски и я просто знаю грамотку, очень сложно. Ну, вы неплохо говорите, в принципе, нормально? Не, 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 ну, у вас... Не могу, сложная тема не могу говорить. На сложную тему не могу? Ну, например, о истории или про политику такой, да, или медицина такой сложная тема. Я хочу говорить и хорошо знаю, но не могу. А ваши родные и близкие в Японии как отнеслись к тому, что вы поехали в Россию? Моя семья и мои друзья, конечно, они все очень сильно удивились. Ну, ну, никто не остановился. Хорошо, давай, постарайся. И вот первые годы в России, как, расскажите, как вы жили, где вы жили, что вы делали? Да, раньше у меня не было дома, не было дома, коварчика нету, поэтому сначала я живу в спортивном зале, и зал находится, 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 сейчас, но находится, но сейчас, не знаю, есть или нет, но раньше находился, это, 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 за город, замкад, Шорковская, ехать на маршрутке 20 минут, 15-20 минут там. Там находился. И вы там жили в зале? Да. Вы там преподавали, учили людей? Да, да, да. Сначала я преподавал карате, но сразу я колено, лево-карено сильно травмировался, когда я занимался джиудо и связкой внутренней части, это пробовался. И даже не мог нормально ходить, около два с половиной я не мог тренироваться. Как вы пережили этот период, вам, наверное, очень тяжело было? Да, очень тяжело. И я, просто я объяснил, не могу, я не могу показать карате, поэтому просто так объяснил слова. И, ну, у меня есть еще, у меня есть три специальности. Это преподаватель, ну, инструктор, карате. А еще преподаватель, японский язык. А еще массажист, медицинский массажист, японский медицинский массажист. И я не мог преподавать карате, поэтому преподавал японский язык в университете. А еще я нашел мой японский знакомый и делал массаж. И так заработал. А вот я знаю, вы женаты, у вас русская жена. Расскажите, где вы познакомились со своей женой? Я преподавал японский язык в университете, а еще в японском центре. Японский центр построил японское правительство. И находится в территории МГУ. И четыре года, четыре-пять лет я преподавал японский язык. И она была студенткой. И я познакомился с ней. И подружился. И это денется. А сколько времени прошло с момента знакомства до того, как вы женились? Семь или восемь лет. Семь-восемь лет? То есть это был не такой роман просто мгновенный. Семь-восемь лет вы встречались? Да. А скажите, много русских студентов выбирает учить японский язык или так, единицы? Да. Много так. Сначала много, но постепенно уменьшался. Но все равно. А, в начале было много, а сейчас гораздо меньше? Да. Немножечко меньше стал. Японский язык стал менее популярен? Сейчас китайский язык популярный. А из-за чего наши студенты изучают японский язык? Из-за аниме или боевых искусств? Из-за чего? Что является точкой притяжения, интересом у студентов? У женщины имеют такой большой интерес в аниме. Мужчина больше любит, например, самурай или борьбу искусства. И начал изучать японский язык. Есть такая тенденция. А расскажите, пожалуйста, японцы много знают о России или вообще ничего не знают о России? Но все-таки Япония и Россия, они рядом. Там несколько сот километров по морю. А вроде бы как бы ближайший сосед. Является ли это препятствием или наоборот? Много японцев ездят там через ближайшую границу в Россию? Что знают вообще? Часто ли ездят? Честно говоря, японцы много знают о России. Очень много знают. Даже в Москве живет. Они думают, что в Москве живет медведи. Медведи в Москве живут. Они грязь так думают. Ну, потому что охрана была такого времени очень долго. И Япония была в стране Америки. Поэтому информация о России, раньше СССР, а потом Россия. Тоже очень мало. Очень мало информации. Вам часто приходится рассказывать вашим друзьям о жизни в России? Вас расспрашивают много, часто или это никому не интересно? Ну конечно, у них есть интерес, но очень сильно отличается русская жизнь, чем японская. Поэтому даже хорошо говорить и объяснить, но они не понимают. А какие темы особенно сложные для того, чтобы объяснить? Это русский менталитет. Менталитет. А вы привыкли? Да, очень. Менталитет. А какие вещи в русском менталитете были особенно сложные для вас, для понимания? Менталитет, конечно, не только какой-то особенный важен, но вообще. Отношение к жизни? Отношение к жизни, да. Отношение к работе, к учебе? Да, 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 все то же самое. А вот если по отношению к учебе, ваши русские ученики, студенты, которые у вас обучаются, они чем отличаются от японских студентов, которые учатся карате, боевым искусством, дзюдо? Подход одинаковый или отношение к боевым искусствам одинаковое или нет? По-разному, честно говоря. По-разному. В Японии, в России, конечно, есть серьезный человек, не очень серьезный. И цель тоже самая. Кто из них хочет стать сильным, и другой человек для здоровья или просто интереса, да? А русские сразу спрашивают. И тренировки или что-то не понимают, или не очень хорошо получается, то тогда сразу они спрашивают мне. Засыпают вопросами. И русские, и японец не спрашивают. А что? А если человек не понимает? А потом, если не могут понять, тогда они мне спросили. Сейчас вы живете уже 14 лет в России. Вы привыкли ко многому, правильно? Если вы уедете в Японию или еще куда-то, чего вам будет не хватать? Что вы будете вспоминать о жизни в России? Вот самое приятное, самое важное. Сначала, то есть начало, до 26-го, то есть 26-го лет. До 26-ти лет, да? До 26-ти лет. У меня была большая проблема, у меня была психологическая проблема. Не мог так общаться с другими людьми. А особенно, первый человек такой, да? Совсем не мог говорить. Ничего не мог говорить. И я хочу узнать, большой мир. А еще я хочу поменять свой характер. И если вы уехал за границу, никто не помогает мне. И мне было очень тяжело помогать. Но я хотел терпеть и узнать, я хочу открыть свое мнение. И Россия очень хорошо помогала. И, например, в метро, в транспорт и в городе, где-то в университете. Все мне было первое, все дал мне яркие, сильные впечатления. Каким вещам труднее всего было привыкнуть? Дискриминация. Дискриминация? Да. А в чем это проявлялось? Дискриминация. Например, когда я хочу водить в метро. И вдруг кто-то сильно мне бил за тыл. Ба-бан. И что случилось? Уйди, китай, айтся. Уйди, уйди оттуда. Я ничего не сделал. Ну, какой-то, кто-то такой большой человек, несколько раз меня бил, я очень удивился и бежал из вагона. Это один раз было? Нет, два раза было. Два раза было? А еще как-то... А еще то же самое, я так просто сидел, и мне было... Я травмировался, и мне было очень тяжело долго стоять, поэтому просто так я сидел в метро. И один дедушка приблизился ко мне, пришел ко мне, и что-то сказал. Ну, конечно, тогда первый год я совсем не мог говорить по-русски, и я не понимаю, что он сказал. Но что-то, ну, атмосфера, по-моему, что-то сказал плохое животное. Но только один слабо я точно слышал и понял. Это животное. Ты животное. Ты так... Это... Просто я сидел. Ну, он так сказал мне очень плохой. Слабо, да. Ну, надеюсь, это было не слишком часто, то есть это в единичный случай? Нет, раньше было часто. Раньше было часто. Сейчас вообще нет. То есть Россия изменилась, да? Да, мы изменились. Стало более толеранной. Осталось гораздо больше часто. А, кстати, в Москва в тот период, когда вы приехали, вам приходилось применять боевые искусства, которые вы знаете, для защиты себя? Один раз был. Один-два раза. Вам помогли ваши знания боевых искусств? Да. Хорошо помогло. А сейчас вы можете в безопаске ходить, да? Сейчас... Да, гораздо жёстче, чем раньше. По-моему... Ну, например... Олимпиаде и футбол, чемпионат мира. Да. Так Россия... В России открывал такое большое, большое мировое соревнование, и... Уровень страны поднялся, я так думаю. Вы считаете, чемпионат мира по футболу и Олимпиада, это было полезно для России? Да, да, да. Очень полезно. Очень хорошо помогло, так я думаю. А вы общались с теми иностранцами, которые приезжали? Японцы приезжали на эти соревнования, на чемпионат мира, на Олимпиаду приезжали? Да, конечно. А вы посещали соревнования какие-нибудь, смотрели или нет? Ну, просто что-то... только телевизор. Только телевизор. А на стадионы не ходили? Моя дина была. На работе она пошла, поехала к Олимпиаде в Сочи. А вам не интересно было? Ммм, то не все. Например, ну... Например, Олимпиады, например, хоккей. Не все интересуются. Скажите, а вы читаете новости из Японии? Там в интернете, газеты японские, сайты? Просматриваете? Стараетесь быть? Да. Вы в курсе того, что происходит, да? Там... Вы... А что пишут в Японии о России? Чего больше, хорошего или плохого? Ммм... Обычно я читаю о политике и о экономике. Поэтому... Хорошей новости мало. К сожалению. То есть японец, который читает основные японские газеты, он получает плохой негативный образ России, правильно? Ммм... Такая информация больше, чем хорошего. Это... А что можно сделать? Вот есть... Ммм... Какие-нибудь газеты... Вот... Китайцы делают газету на русском языке для россиян. А Россия для японцев... Есть хоть какой-то сайт на японском языке о России, который бы рассказывал более-менее правду? Как Russia Today, только на японском. Ну... То есть... Нет ничего, да? Есть. Есть? Есть. Но... Раньше... Старое название это... Горос России. Горос России. Горос России. Горос Москвы. Но точно не помню. И сейчас другое название. И... Несколько японцев тоже так читают. Но... И... Культура, менторчат и очень сильно отличается. Поэтому... Японцы не верят... То есть, они читают и говорят, вы нас обманываете, да? Да, да. Они думают, это все обман. Нет. Не такого... Не произойдет такое странное дело. Они не верят. А они верят кому? Американцам? Да. То, что американцы говорят, это все сразу... Ну, например... Да. Стало меньше. Но раньше... Сейчас бывает, например, пробка. Да? То машина не может ехать. Да? И тогда... Не дорога. Это пешеход. Дорога... А по обочине? Да. Это кто ходит пешком такой. Тогда ездит, да? Ну, конечно. Эта дорога нельзя ехать на машине. Но часто ехал раньше, да? И я объяснил об этом. Но японцы не верят. Нет такого. А что, могут объезжать пробку по обочине? Да. Не верят. Ну, в России это обычная вера. Но в Японии вообще не верят. Да. Вообще нет такого. Поэтому... Мой друг думает, что я счет. Нет. Нет такого. Скажите, а... Вам тяжело было привыкнуть к московскому климату? Вот морозы, холода... Не совсем. Мне больше нравится такой холодный климат. Потому что я родился на Севере. А вы путешествуете по России? Вы ездите куда-нибудь? Да. Ну, мало. Мало? Да. В Петербург. Низинное город. А еще Ростов на Дону. И все. А вы в Подмосковье там ходите, может быть, в лес? Да, да, да. На реку или еще куда-то? Да. Вам нравится российская природа? Да, конечно. Ну, очень много ходил. А грибы когда-нибудь собирали? Грибы? Да. Ну, я не знаю, какой грибы можно кушать. А жена должна знать? Нет, она не знает. Не знает? Да. Его отец хорошо знает. А как вас приняли родственники жены? Вас легко вы сошлись с родителями вашей жены, с ее другими родственниками? Ну, с начала, да. Да, вообще не было проблем. Не было? Не было. Ну, кажется, они очень удивились, но проблем не было. Сейчас тоже нет. Ну, российские гостеприимства, застолья, вы научились пить водку? Ну, да, конечно. Ну, я сам не люблю алкоголь. Ну, приходится. Да, да. Да. Как надо пить, и какой этикет. Ну, например. Япония. А, чтобы налить водку, да? Аркоголь. Обязательно так. Держите. Лукой, да? Ну, россиян не так. Оставьте на стаканчик, оставьте на столе и так наличие. Ну, например, такой самый простой. И раньше всегда я так, спасибо, спасибо. Но сенсей не так. Оставьте, пожалуйста. Я, собственно, не знал об этом. Господин Оэдо, вы говорили, что у вас есть сын. Да. Он говорит на двух языках? Да. Вот такой интересный вопрос. Как вы считаете, ребенку нужно сначала научить говорить на одном языке, а потом на втором, или нужно два языка сразу давать? Сначала я думал, что припаровать только один язык, ну, русский язык. Сначала. И достаточно, например. Говорить только на русском, а потом я хочу припаровать японский язык. Я так думал. Сначала. Мой знакомый, который преподает японскую борьбу искусства за границей, у него есть два-три детей, но точно не помню. И он посоветовал мне, что сразу надо преподавать два-три языка. Даже три можно. Дети очень быстро развиваются, и они очень хорошо понимают, быстро понимают. Поэтому не переживайте. Сразу надо преподавать два языка. А как вы это делаете? Вот вы говорите сыном на японском, а жена говорит на русском? Или у вас один день на русском, один день на японском? Нет. Я говорю по-японски, и жена говорит на русском. И женщина тоже хорошо говорит, поэтому иногда говорит по-японски, женщина тоже. Но в детском саду, конечно, все говорит по-русски. И поэтому сейчас русский язык лучше говорит, хорошо говорит, чем японский язык. А вот вы ездили все семьи в Японию? Да. Или вот не все семьи? Все семьи. Не все, каждый год. И как, у вас же там много родственников? У вас есть братья, сестры? Нет, есть, но немного. И вот как произошел вот этот контакт в вашей русской семье, в вашей японской семье? Жена очень хорошо говорит по-японски, поэтому вообще нет проблем. И с ним тоже чуть-чуть. Вы выучили английский язык тоже, да? Да. Вы замечаете, что в Японии не очень хорошо знают английский? Японцы учились в школе для экзаменов. Поэтому, да, хорошо писать и читать, но не могут говорить и слушать. Ну, скажем честно, в России за пределами Москвы и Питера тоже редко где говорят на английском языке хорошо. Тоже многие учат только для экзаменов. Да. Ну, русский хорошо говорит, я так думаю. Японцы совсем не могут. Скажите, а вы уже были, ну, как бы, конечно, думаю, за 14 лет были и в бане, и на шашлыках, и на рыбалке, да? И как вам баня шашлык? Я обожаю баню. Баню? Баню. Очень. В Японии же тоже вид бани есть похожий? Да, японская такая, горячий источник. Горячий источник, да. Ну, это что-то элитный отдых, да? Дорогой отдых. Дорогой? Так, нет, не очень. А это, ну, не знаю, в Японии есть очень многие горячие источники, поэтому, нет, недорогой. И, ну, часто бывает такое. Это недалеко от дома. А русская баня, вот, с парилкой, с веником, с, такое, нравится, да? Да, 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 очень нравится. А шашлыки на природе? Шашлыки, а, да, вкус немножко сильный. Нет, да, слишком. А на рыбалке были, а на охоте? На рыбалке, нет, нет. Я родился в маленьком порте, порте, поэтому я хорошо умею, да? Ну, для меня рабить рыбу – это в море. В море? А на речке, в озере? Нет, нет, нет. Вы ездили на море, на Черное море в Сочи, в Крым? Не были еще? В России. Один раз был. Ну, это не на стороне России, это в Турции. В Турции? В Турции. В Турции. Надо… А еще, да, 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 еще… Я был в Крыму. В Крыму? В Крыму. Недавно, да? Да, недавно. Ну, и как вам Черное море в Крыму? Ну, тогда мы… Мы… Я… Я… Пчисывал с Содиной. Но тогда… В марте, в начале марта. А, холодно. Поэтому очень холодно, и волна такая большая. Ну, я сам там родился, в Крыму. О. Поэтому… Я там часто бываю. Ну, там, да, конечно, красиво. И я смотрю, Росточкин гнездо. Ласточкин гнездо. Да, Росточкин гнездо. Очень красиво, интересно. Ну, мне проходит город. А какие у вас планы вообще на жизнь? Вот вы, можно сказать, обустроились в России. У вас жена, ребенок, вы 14 лет живете. А всего ли вы достигли? И если нет, то к чему вы хотите еще прийти? Ну, ваше будущее связано с Россией или… Конечно, конечно. Ну, конечно. Еще я хочу увеличивать свой клуб. И у меня здесь такое большое желание. Конечно. Ну, первое. Я преподаю карате. Японское карате, да? И второе. Это не японская Крытура. Это осу молекулы. Это… Ну, ну… Спорт для здоровья. Такое, как надо кучать, такое питание. Ну, к сожалению, в России вообще нет такой информации, правильной информации. Можно искать интернет, но… Можно найти интернет, такие информации, но все неправильно. Господин Оэда, мне было очень интересно с вами познакомиться, пообщаться. К сожалению, в рамках нашей передачи у нас не так много времени. Я уверен, что будет еще не один ролик с вами записан. Кстати, у господина Оэда есть канал. Мы в описании к ролику дадим ссылку на его канал, где вы можете увидеть его ролики о преподавании карате. Поэтому обязательно проходите, посмотрите. К сожалению, там, конечно, больше только про карате, а не только о жизни. Не так уж и много роликов, но тоже есть, правильно? Да, есть. А вас я благодарю за интересную беседу. Мне было приятно, интересно с вами познакомиться. Спасибо большое. Оставайтесь с нами и следите за новыми выпусками. С вами был Равит Гор. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова